Здравствуйте, дорогие друзья! Ура! Наконец-то настал тот день, когда мне доставили на почту из Империи Кукол 8 августа моих две новинки. И вот, значит, две моих новинки доставили мне на почту 8 августа. 8 августа было вчера, сегодня у нас 9 августа, я как бы должна работать, но не работаю в связи с ЧП, у нас на работе. Так как я работаю в цокольном этаже, и не только я, там у нас много отделов, у нас сегодня было там чрезвычайное происшествие, ночью говорили, что в 2 часа затопило весь магазин, какой-то канализации вроде бы, что ли, и, в общем, видео вы найдете на моем канале, на Ютубе этого потопа. Я работаю там в зоомагазине, в цокольном этаже, поэтому сегодня выходной из этого потопа. Вот, ну, сейчас не об этом, а вот о моей замечательной новинке куколки. Сразу же скажу, что у этой куклы нет подставки. Так же, как у куклы Кентавра из этой серии, к сожалению, я не знаю, как ее зовут, потому что таких кукол, у которых хвосты, русалок, две головы, шесть рук, или копыт, таких кукол я не покупаю, потому что они мне не нравятся. Я люблю, когда у куклы две руки, две ноги, два глаза. Ну, и вот, в общем, у таких кукол, как Банитов, я могу вот это вот, которые у меня сейчас, и есть еще русалка, по-моему, ее серийно зовут, вот, и еще есть там зомби-единорог, вот, Нейтан Ротт, зомби-единорог, он у меня есть уже, с ним таки шла подставка, а вот с остальными, говорят, там их еще три, вот, Кентавр, русалка, и вот, человек-мотылек, Банита Фемур, вот, говорят, что с ними подставки не идут, потому что они могут стоять самостоятельно, то есть, русалка на хвосте, Банита на крыльях, позже вам покажу это все, и, естественно, тот Кентавр может стоять на копытах, у нее, как бы, часть лошади идет, от пояса, и часть, ну, как человеческая, то есть, не то, что там, то есть, морда лошадиная, или еще как-то, вот, ну, то есть, это у нас коллекция монстрические мутации, с ней шла в наборе вот такая вот желтая расческа, такая же, как у Нейтана Рота, а расческа ей вот для чего, смотрите, у нее очень прекрасные, шикарные, длинные волосы, что меня полностью обрадовали эти волосы, потому что, во-первых, я очень люблю, когда у куклы длинные волосы, вот они, до самых, до самых пят, до низу, здесь просто торчит, вот, ну, это можно подстричь, еще главное, что меня порадовало в этих волосах, это, они полностью пушистые, и не залиты лаком, то есть, даже нету мятости от упаковки, которыми, то есть, они были вот так в упаковке, вот здесь, вот с этого бока, вот так вот были перетянуты все резинками, потому что волосы очень большие, и длинные, поэтому под этими волосами еще была сделана вот такая вот, как бы, прозрачная клеенка, на которой были тоже волосы наложены, и закреплены они были в коробке резинками, и вот меня порадовало, что они полностью, вот, абсолютно, не мятые, ну, то есть, если где-то вот здесь, вот, но это можно вот так расчесать, и все, то есть, вот они вот такие вот все длинные у нее, и пушистые, он прям аж, я очень обожаю такие волосы длинные, у меня такие же волосы длинные у Холли, Холли Охара, дочь Рапунцель, которая, вот, и я очень обожаю, у меня у всех кукол распущенные волосы, я очень люблю красивые, длинные, распущенные волосы, то есть, если вы желаете такую куклу приобрести, то приобретайте, у нее волосы абсолютно нежирные, красивые и белые такие. Ну, вот здесь часть белых, естественно. У нее трехцветные волосы. Цвет волос идет белый. То есть белого много. Вот, ну, как бы часть блондинка практически. В волосах еще присутствует черный цвет. Вот черная прядь у нас идет. Длинная тоже. И вот вместе с черным рядом идет розовая прядь волос. Вот такая тоже длинная. Вот. Итак. Дальше мы будем рассматривать куклу спереди. Ну, или вот ее, кстати, дневник, где написано вот ее имя Ванита Февна. Ну, естественно, здесь у нас тоже идет все по-английски, потому что куклы идут американского релиза из империи кукол. Вот. Ну, и все практически качественные. Их хорошие у них шарниры. Ну, не такие слабые, а не сильно тугие и не сильно слабые. То есть посередине. Ну, в меру хорошие. даже можно таки сказать отличные. Что в этой кукле еще не очень удобно, это ее очень огромные крылья. Но это как служит подставкой. вот так вот оно служит как бы подставкой. Вот она стоит. То есть крылья упираются, они очень большие, они упираются вот в пол. И вот сюда немножко можно вытянуть ее ножки, чтобы как бы здесь небольшое расстояние было, чтобы она могла стоять. То есть если вы ноги вот сюда вот уберете, то естественно вот она, видите, будет падать. То есть надо, чтобы ножки, они немножко вот сюда вот так стояли. То есть вперед. А вот это вот должно быть сзади. Вот. Таким образом она у нас стоит. Вот. Сверху у нее на волосах волосы все собраны в пучок, естественно. Вот. Здесь у нее резинкой собранный хвостик в пучок. И на этом пучке у нас находится вот такая вот красивая заколочка. Ну, то есть она идет как кольцо, считай. То есть у нее вот здесь вот нету. Вот. У нее вот здесь нету скрепления, то есть она, то есть часть только вот здесь вот и все. Она также закреплена резинками и нитками на голове. И здесь у нас она идет раскрашенная. И очень это красиво. Я люблю, когда раскрашенная. Если бы она была просто желтым вся цветом или просто вся красным, было бы тоже некрасиво. все бы сливалось. А так, смотрите, она трехцветная. И здесь у нас изображены, естественно, бабочки, мотыльки, так как она дочь человека-мотылька. Это у нее отец человек-мотылек, а мать ее скелет. Как бы она идет мутантка, два монстра в одном. Коллекция называется это монстрические мутации. Вот здесь у нее бабочки красные, желтые и вот здесь розовые даже есть. Ушки у нее, естественно, есть вот такие вот. Вот они ушки. И они вот так тоже резиновые и вот так вот делаются. То есть, да, вот так вот так. Можно, кстати, их распустить хвост, помыть волосы, потому что вот здесь хвост точно будет мятость после хвоста. и можно вот эти вот ушки вот так вот прижать и спрятать под волосы. Простите за кашель, просто у меня здесь я попила воды и у меня пошла вода не в то горло, поэтому, если что, простите за кашель. Вот. Кстати, вот эти пряди черно-желтые, ой, черно-розовые, они начинаются у нее вот от самой, от самой, как бы, идет челки, от самой лба. Губы у нее тоже вот такой, такие необычные макияж у нее. Видите, у нее губы идут как бы прошитые, вот здесь зашитые, то есть такие же, как у Рипер или Ривер, я не помню, там из коллекции Призрачно, там, Ривер, по-моему, была, она переправляла всех, там, через реку, вот, ее и не купила, потому что мне не понравился ее взгляд, он наверх смотрит, и у нее какие-то губы не очень, то есть внешность ей не понравилась, и я ее не купила. А так, из коллекции Призрачно у меня все есть. Крылья у нее достаточно-таки большие, но если кому-то не нравится, можно в принципе снять. Но я оставлю, потому что это часть ее. Вот, значит, вот такие большие крылья, то есть они вот сзади вот так сделаны, здесь желтые такие прикручиваются, ну и спереди тоже снимаются, они тоже легко, то есть нужно убрать волосы, и вот здесь вот так вот нажать вот эти вот, и вот здесь, ну то есть вот так вот взять, и вот крылья, вот такие вот крылья вот у нее огромные, большие, вот, здесь у нее, естественно, ее позвоночник нарисован, как скелета, вот, и вот здесь у нас идет почему-то болтик внутри закрученный, он что-то откручивает, что именно не знаю, вот, значит, сама Бонита, она у нас сделана вообще необычно, то есть рассмотрим пока ее, вот, платьишко, а потом покажу ее необычность, то есть вот такой вот у нее платьюшко, то есть оно все вместе сделано, рукава длинные, на руках вот такой вот как бы идет нашив, у нее вот такие вот рукава прикольные, и здесь тоже вот нашив, он закреплен здесь вот этими вот жгутиками, которые в голове торчат, в основном, и это юбочка повсюду, то есть сверху вот такая, как она идет, с сеточкой, так же, как и рукава, и, кстати, часть рукавов тоже сделана сеточкой, вот отсюда вот идет, и вот здесь вот, здесь же у нас черная такая вот все идет, и изображены всякие вот бабочки, мотыльки, и Mayor здесь вот у нас черное платье само снизу, и тоже в бабочках и мотыльках, если здесь юбку поднять, здесь сверху и посмотрите, здесь вот у нее бабочки изображены, то есть здесь у нас естественно идет декольте на спине потому что здесь у нас дырка для крыльев естественно чтобы вставлять крылья и вот здесь вот у нее тоже идет вот такие вот как бы шортиками трусиками и сделано платье что очень делает удобно потому что вот такое же такие же трусики есть у платья о фрэнки штейн из коллекции мои мои милые 16 вот ноги тоже у нее сделаны необычные видите у нее как идет мохнатость такая как бы как от мотылька это все молдированные это не колготки ну и как бы вот такой молдированный мех как бы идет ногах и вот такие вот необычные красивые очень светло желтые туфли тоже они все в дырочку и на вот такому тоже необычном каблуке кстати пояс у нее тоже такой же на платье вот он он тоже не до конца вот здесь вот не закрепляется просто он заделан резиночкой все и здесь спереди на поясе у нас находится бабочка мотылёк значит теперь о ее необычности вот такие вот у нее необычные руки они у нее очень маленькие тоненькие такие тоненькие что я боюсь брать боюсь сломать вообще прям и они у нее все гнутся они у нее резиновые вот вот такие вот резиновые ручки между прочим вот здесь вот эти вот дырки у нее находится уже поближе вот они эти дырки три дырки на руке они у нее как настоящие дырки то есть дырки дырками сейчас покажу ее необычность отсоединяем естественно ручки чтобы снять и показать ее необычность для этого нужно нам снять платье потому что это необычность у меня находится под платьем и так смотрите на ее необычность у нее очень тоненькие ручки потому что она дочь тоже скелета как я уже сказала у нее мать была скелетом вот у нее скелетское тело и тело мотылька здесь у нас идет тело скелета часть до груди а дальше идет видите махратость такая же как на вот этих ногах это идет уже от мотылька видите какие у нее тоненькие здесь ручки вот здесь косточки то есть без всякого мяса скелет и вот здесь тоже у нее грудная клетка как идет скелет видите там у нее как бы грудь под скелетом и вот здесь вот прорези даже есть вот в этих этих грудной клетки и вот здесь тоже не идет сзади вот такой вот как бы скелет как я уже показывала на крыльях вот здесь вот у нее скелет и вот такой вот позвоночник даже сзади но шарниры держатся очень хорошо вы здесь в руках просто не надо сильно вот так вот ей гнуть и вот так вот всяко-разно делать то есть сильно вот так вот вы не дергайте то есть медленно так плавненько аккуратненько то есть потому что вот это вот я думаю можно переломить если очень сильно ее дергать ну и вот в общем вот такая вот у меня новая куколка появилась вот это на весь рост стоит и это у нас банитофемур из коллекции монстрические мутации